В прошлом году страны-участники СНГ провели 77 совместных спортивных мероприятий. План уже событий на ближайшие два года сейчас уделяют особое внимание. В 2016-м, в честь 25-летия создания Содружества независимых государств, эксперты решили провести игры стран СНГ и фестиваль национальных видов спорта. Пройдет он, скорее всего, в Баку, где, кстати, буквально на следующей неделе откроются первые в истории европейские игры. Транслировать это спортивное событие будут в 100 странах мира. И столь успешно проведенная Сочинская Олимпиада, отмечают бакинцы, стала хорошим примером для Азербайджана. Мы опыт переняли. Транспорт, ограждение, безопасность. Сегодня уже можно заявить, что полностью готов к Баку, Азербайджан, принять гостей и провести все соревнования на высшем уровне. Причину проведения заседания совета именно в Сочи участники не скрывают. Говорят, ехали за олимпийской атмосферой, и чтобы воочию увидеть наследие зимних игр. Многие на курорт приехали спустя много лет и убедились, что теперь он не только оздоровительный, но и спортивный. Главное, что большое количество жителей города и Краснодарского края и вообще России имеет возможность сейчас тренироваться на этих спортивных объектах. И вы знаете, что загрузка спортивных объектов практически 24 часа в сутки. Но, наверное, это самый главный итог олимпийских игр. Как известно, Сочи признан самым спортивным городом планеты. И экспертам из СНГ дадут в этом убедиться. Город подготовил для гостей экскурсию по объектам постолимпийского наследия, где непрерывно идут тренировки национальных сборных страны. Для нас, безусловно, очень важно не только о том, что сегодня поднимут глобальные вопросы по развитию физической культуры и спорта и стратегии до 2020 года, а, конечно, также показать нам наш город с точки зрения туризма. И, конечно, для нас очень важно сейчас еще раз показать, открыть наш город и привлечь туриста. Потому что многие министерства у нас называются, представляющие сегодня здесь, Министерство физической культуры и спорта и туризма. И очень важно, конечно, чтобы туризм развивался в отношениях с этими странами СНГ. Задача же самих экспертов – учиться друг у друга. Самых успешных учеников замминистра спорта наградил медалью за помощь в подготовке и участии в Олимпиаде 2014. Среди них и делегаты из Казахстана. В этой республике стремительно развивается спортивная инфраструктура. К тому же Алма-Ата претендует на проведение Зимней Олимпиады в 2022 году. Естественно, опыт проведения Сочинской Олимпиады для нас очень важен. Мы стараемся перенимать. Особенно мне понравилась программа, которая направлена на наследие Олимпийской игры. Вчера нам показали, мы кое-что для себя отметили. И я думаю, что будем сотрудничать в этом плане для того, чтобы после проведения крупных спортивных мероприятий, чтобы эти спортивные сооружения работали на благо наших народов, на благо развития спорта. Делились участники Совета по спорту и опытом по привлечению населения к занятиям физкультурой. Сегодня в Сочи в соревновательный процесс вовлечены порядка 60% граждан. Это один из лучших показателей в России. Цифры планируют увеличить и за счет возрождения Спартакеат и комплекса ГТО. Инга Габешия, Ярослав Пархаев, телекомпания ФКТ.